В понедельник Центробанк повысил ключевую ставку до 20% годовых. Случилось это после обрушившихся санкций и скачка курса валют. Вслед за ЦБ другим банкам пришлось повысить ставки по ипотеке. В частности, Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. ВТБ до 15,3%, Акбарс до 14,8%. Не исключено, что проценты могут подняться еще выше. Банки зависят от ключевой ставки Центробанка. Потому некоторые финансовые учреждения пока не выдают такие кредиты. Они приостановили работу в этом направлении до прояснения ситуации. Жители Нижнекамского, скажем так, не очень паникуют. То есть очень как-то трезво смотрят на ситуацию. Те одобренные ипотеки, которые были до этой ситуации, банки не прекратили выдавать. Банки продолжают по тем ставкам, которые были ранее одобрены. Переживать не стоит, говорят риэлторы. Ставки уже поднимали. Но потом ситуация нормализовалась. Желающих приобрести жилье в городе меньше не стало, говорят специалисты. Заемщики, которым сейчас отказывают в ипотеке, занимают выжидательное положение. Было такое, что, допустим, не подписывают кредитные договора, то есть не выводят людей на сделки. Это даже сколько не разрыв, а просто идет остановка. То есть все люди просто замирают и ждут, что будет дальше. То есть цепочки не рвутся, они просто ждут. Переживать не стоит и тем, кто уже взял ипотеку. У них ставки останутся прежними. Банки не станут нарушать кредитные договоры. Льготы тоже сохраняются. Банки не перестали выдавать льготную ипотеку. Сохранили ставки. Это льготная ипотека, семейная ипотека, как мы ее называем, для семей, для двоих детей. Госпрограммы, которые выдают на новостройки Российской Федерации, банк, Центробанк, сохранили. Ставки не поднимают. Поэтому я не думаю, что институт ипотеки у нас исчезнет. Светлана Шумкова, Максим Липин. Новости НТР. Светлана Шумкова, Максим Липин.